26, 583. Да, код этот не теряйте именно за 50, приходите пораньше, говорите, код на входе вам дает таланчик. В эти дни в колл-центре горячая пора. Из-за того, что многие организации, в том числе и МФЦ, перешли на дистанционную работу, именно сюда обращаются жители муниципалитета со своими проблемами. Вопросы задают разные. В основном, санобработка подъездов, это волонтеров, очень много вопросов, которые именно просят волонтеров, очень много вопросов, связанных, вызов врача на дом, как заказать лекарства, также связаны, например, с администрацией какие-то, как люди могут заказать справки, которые необходимо взять именно в администрацию, то есть это экономический отдел, архитектурный какой-то отдел. Здесь же операторы проконсультируют тех, кто все же решил открыть электронный кабинет на портале госуслуг, но пока с интернетом на вы. На первой страничке написано «Подать заявление». Заходите в личный кабинет, там написано «Через портал госуслуг». По сути, этот кабинет на втором этаже здания многофункционального центра единственной, где работают специалисты. В центре мои документы, съемочные группы телеканала «Видное ТВ» – частые гости, но сейчас здесь довольно непривычная картина. В главном зале МФЦ, где обычно немало людей, тишина, мониторы не показывают номер очереди, места сотрудников пусты. Большинство из них дома, но не бездельничают. По словам руководства, для них организовано онлайн-обучение для повышения квалификации в сфере предоставления государственных услуг. А здесь с жителями общаются самые квалифицированные работники, способные дать ответ на самый широкий спектр вопросов. На одного оператора от 150 до 200 звонков приходит. На колл-центр в целом, в отдельные дни, особенно это будние дни, более 1000 звонков. Мы не можем привлечь к этой работе всех, потому что этой работе надо обучать, и оператор должен квалифицированно владеть теми вопросами, по которыми он консультирует наших заявителей и всех, обратившихся к нам. Проверить работу колл-центра зашел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Дмитрий Волков. А процент какой? Больше всего, нет, я имею в виду какая-то, все-таки связанная с COVID-19, да? Да, да, мы связаны с вирусом. Ну, в принципе, у вас понимание есть, да? Каждый вопрос, с которым обращаются граждане, автоматически фиксируется в специальной системе. Она позволяет отслеживать, какие действия производятся по обращению того или иного жителя. Вот у меня на телефоне установлен предложение, называется оно «Битрикс24». Я захожу сюда. Дальше у меня здесь есть «Лиды», это такая созданная программа. И здесь я вижу все входящие звонки, которые поступают нам, да? Что конкретно, с каким вопросом обращался гражданин, который звонил. Если мы отвечаем на вопрос нашей компетенции, если не в нашей компетенции мы создаем историю, пишем полностью вопрос и перенаправляем в администрацию. Колл-центр работает с 8 до 24 часов. И если появится необходимость, в любой момент готов перейти на круглосуточный режим работы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.